Всем и хеллоу, с вами Санчоус. И что-то под прошлым видосом некоторые из вас разнылись, мол, почему это я по пути Берии не пошёл. Спокойней, малые, всё самое весёлое только впереди. А пока мне нужно хотя бы с турками разобраться, мне вся эта заварушка начинает поднаедать. Есть и более интересные места, где можно просерить весь свой манпувер. И мне туда и надо. У, французы уже немцев пробили. Как-то шустро. И потерь на самом деле не такие уж и большие. Ну, по крайней мере, для Франции в этом моде. Обычно у них там происходит полный марш-марш на фарш. Не, ну это только замечательно. Нужно уже скорее на сторону нацболов переметнуться. Я, кстати, в прошлый раз успел там всякие Азербайджаны и Армении позахватывать. Теперь там местные недовольные горцы бунтуют. Нужно их поскорее удовлетворить и ещё новые профки национализировать. А то манпуверчика у меня уже не так много, как хотелось бы. Чую его ещё и Борька Усатый будет килотоннами потом жрать. Опа, да я могу туркам, чертям, весь фронт поломать. Чуть ли не попустил момент. Не, ну это просто замечательно. Давайте шустрые коняшки со всем этим разбирайтесь. Что-то турки ещё закочевряжились перед тем, как окончательно сдохнуть. Только арабы бесполезные. Уселись на границах и смотрят, как я оттаманов аннигилирую. Я бы на самом деле этих смугленьких захватил бы. Но это уж как-нибудь потом мы, если желание будет. Всё, я наконец-то фронт оттаманом порезал. Ещё и чтоб по полной унизить, сделал им котелок в виде сопли. О, так арабы порт в Вейруте забрали. Молодцы какие. То бишь, всё это получается котлище. Похоже, что турецкая проблема скоро будет решена. Ой, забегали, забегали. Но всё-таки уже поздно. Вот, теперь замечательно. Я-то национализировал все земли. И теперь с поллямчика манпувера и повоевать нормально можно. На этих территориях, конечно, не все особо довольны моими действиями. Ну да и кто их спрашивает? Теперь уж можно и за Кавказский Союз сформировать. Ой, ещё на отстирке. То есть я вдвойне совершенно не зря вот этой вот всей фигнёй с турками занимался. Эй, что-то я немного не понял. Арабы с войнушкой ливнули, но я против этого ничего не имею. И так они практически ничего не делали. Но они мои территории забрали, свиньи харамные. Особенно заван обидно, он вообще у меня потом национальным будет. Ведь будет? Да, будет. А по-хорошему с ним ещё и весь Азербайджан. Обидно. Взяли и, честно, завоёванные территории отняли. Ну ладно, с этим я как-нибудь, может быть, потом разберусь. А вот и Константинополюс. Скоро там эти турки капают? Скоро. Можно ещё попраздновать падение турков созданием нового государства. Великого социалистического Закавказья. Объединимся всеми игорцами против урусов. Ну, честно говоря, мне прошлый флаг как-то побольше нравился. И теперь, раз уж у нас уже не Грузия, а Закавказье, у нас теперь и шовинизм будет общий. Ну, наконец-то. Вот теперь уже можно спокойно вкатываться в европейскую тусу. Ой, ещё пять процентов мейн на обязанных. Теперь-то уж действительно атаковать не страшно будет. Ещё тут можно решить, как нанести удар по Османской империи. Правда, не сказал бы, что это нужно. Мы заранее уже успели вдарить. Но, с другой стороны, почему бы и нет? А, ясно, это вообще бесполезная тема. А что я, собственно говоря, ожидал? Ну, а теперь, после того, как я фигнёй всякой помаялся, можно и вкатываться и в Дон Кубань. О, как тут хорошо, кубанские укропы и чечены борю давят. Даже как-то слишком хорошо. Время им отяготить ситуацию. Ну, шо ж, давайте опять воевать. Может быть, тебе что-нибудь позитивное и навоюем. Ой, эти регионы теперь у меня все национальные? Смачненько. Кубанцы предлагают мир за Абхазию, но тут проблема. Так-то Абхазия уже моя. Офигительное предложение. А как вигодно-то. А, стоп, что? Почему я могу выбрать сокрушить Грузию? Ведь это же как бы я. Ладно, допустим. Войнушка на Кавказе кончилась. Кстати, довольно шустро и не сильно больно. Ну, что ж, теперь время Савинкова. Вроде этот буйный сам на меня должен напасть. Ну, сейчас поглядим, посмотрим. Ой, еще австрияки в войну вступили. Правда, тут уже совсем хрень какая-то. Для начала они половину своей империи прокукарекали. Потом на Украину напали. А она как бы в Рейхспакте. Но этому самому Рейхспакту пофигу. Как и Вильке. А теперь еще вместе с тем самым Вилькой идут французов пинать. Шуза уже нарастает в какой-то геометрической прогрессии. Осталось только мне харкнуть в этот психоделический чан и напасть на Борьку. На этого модника, блин, который постоянно портреты меняет. Еще и скромняга не хочет на меня нападать. Хотя может и даже должен. Нужно это сумасбродство прекращать. Да и вообще в России есть место только для одного усатого вождя. И скорее всего это уже будет не Савинков. О, ведь неплохо атакуем. Ну и вот как раз таки сейчас самое время перекинуться под крылышки интернационала. А то вдруг войнушка еще пойдет немного непозитивно. У них как раз таки все замечательно. А стоп Австрия все-таки объявила войну Кайзеру. Ну удачи, дебил. Как бы Борька после таких событий сильно в себя не поверил. Что-то я не понял, меня что не хотят в союз конченных принимать? Как-то это несправедливо. Я ж тут самый как раз таки подобный. Или хотя кто хрен его знает. Я отправил предложение войти в третий интернационал. А мне никто не ответил. Тупо заигнорили Джугашпильку. Вот, вот так уже лучше. Правда эти дурачки отказываются в нашу войну вступать. Ну ничего, сейчас не хотят, потом захотят. А вот от меня ждут, что я буду свой манпаверчик тратить на их веселушки с антантой. Да идите-ка вы в жопу, товарищи. Нифига какой Сталин смарт. Важно шесть ячейки исследования. Правда они мне не особо-то и нужны. Я, конечно, могу пока всякие мощные танчики поисследовать. Но мне это нафиг не нужно, промка даже артиллерию не вывозит. Только сейчас я допер почему. То есть все это время у нас было восстановление после кризиса. Окей, неприятно-то как вышло. Мне кажется, пора бы с ним уже закончить. А вот и политические чистки прямо во время войны. От оставшихся меньшевиков. А их что, не сразу расстреляли? Ну ладно. Они вроде лояльны и особо не бузят. Можно, конечно, их оставить в покое и типа пусть дальше живут. Или позволить Берии дискретно позаботиться о них. Мне кажется, тут слове дискретно лишняя буква С. И я уверен, товарищ Лаврентий отлично с тебе разберется. Интересное название у фокуса, верность или страх? Это вопрос или выбор? Не, ну если выбор, то естественно страх. А вот, кстати, концовочка ветки Джугашвили. Можно сказать, что создание в Грузии нацбольско-кавказского государства было проведено успешно. Еще и прямо во время войнушки успеваем какую-то личность забубенить. О, зигучий Сталин. Он в Грузии теперь что-то типа боженьки. За место прошлого, которому на Кавказе финансирование урезали. Так, скоро должен произойти прикол. Пока прикола нет, продолжаем долбиться с русскими на границе. Ну и не знаю, там всякие бесполезные фокусики можно прожать. Опа, а вот и самое интересное. Короче, Кровавому Йоси Джугашвили не хватило тех 100 миллиардов грузин, которые он самолично расстреливает ежесуточно. Он еще решил и медведя расстрелять. Только он не невинный интеллигент, который может только под прицелом наганов штаны надуть. Этот способен и загрызть. Ну и как бы загрыз. Вопрос только в одном, до конца или не до конца? Не, ну Сталин вообще пот, с которого достаточно сложно убить. Даже если он один на один вышел против медведя. Да и если он выжил, дается крутой понежный портрет. Но без фокусов, к сожалению. А если Джугашвильку все-таки сгрызают до конца? Тут вакантный трон занимает Лаврентий Берия. Надо ему тоже какое-нибудь тупое прозвище придумать. Как с Кагановичем. Пусть, короче, будет Лаврушей. Дегенеративной премьерской Лаврушей. Вот теперь все самое интересное только начинается. Ух, какие названия фокусов. Одно просто замечательное другого. Ну что ж, начнем полную тоталистическую вакханалию. Кстати, я тут подумал. За Ежова играл. За Берию вот сейчас играю. Остается только Ягода. А Ягода есть ТНО. И может быть даже это та мысль, которую стоит обдумать. Ля Берия еще теперь и стильный, и во всем черном ходит. Но это заметно. Рыночную экономику собирается вводить сволочь. Истинный наследник Джугашвили. Еще это непонятно. Как-то все охранники Йози вдруг в один момент его покинули. И тут же появился какой-то медведь. Но это так, совпадение, совпадение. Слушайте, я смотрю на первые три фокуса, и мне уже смешно. Особенно от угнетения этнических меньшинств. Чего мне сейчас действительно не хватало, так это минус 20% Манпувера. И как-то его экономические реформы выглядят тоже не очень. Ну хоть чекисты есть. Конечно, фактор военной обязки режут. Ну хоть атака с дефенцией неплохо поднимется. Оно мне как раз таки нужно, чтобы с Борькой покончить. О, социалистическая ночь длинных ножей. У нас тут же есть народная гвардия. Точнее, уже была. Ее, короче, шустренько перерезали. Потому что что-то они были какие-то не очень лояльные. Их место заняли те, кто получше к Лавруши относится. Под руководством какого-то там Гаглидзе. Знаете, а я понял, что мне это все напоминает. Так это же получается тоталистский кайзередуховский орден штат Бургунд. И вы на Берию здесь посмотрите. Чем-то он внешне и по сути вообще похож на знаменитого бургундского куровода. И судя по дальнейшим фокусам, все именно так и есть. Ну кроме государственной рыночной экономики. А вот при бургундской системе свою кофейню не откроешь, к сожалению. Я пока дальше двигаться все-таки не буду. А то вот эти вот все бафы, которые дебафы, мне прям посреди войнушки не особо нужны. Займемся чем-нибудь более безобидным. Мне тут еще чекистского генерала обещали, но что-то его нету. Ладно, и нового наймем. Ля какой. Не, ну порыл, сразу видно, что медийная знаменитость. А вот Самара городок. Долго же я до сюда добирался. Два миллиона руслявых успел перекокать. А еще сколько осталось? Кстати, не так уж и много. Было бы еще круче, если бы эта гнида усатая, которая постоянно себе портреты меняет с сороковками, не воевала. Тогда уже бы у Москвы был бы. Но хоть приятно, что у вождя армии практически не осталось. Вон уже даже нечем фронты прикрывать. Савинковы даже уже не мчура давит. При том, что самим Тевтоном сейчас жить очень грустно. Слушайте, а еще несколько сороковок Борхи поуничтожал. Наверное, уже можно с микроконтролем не париться. И дивки его уничтожать. Оформим красиво по планчику. Че-то у меня появляется неприятная возможность Москву прошутить. Не, давайте-ка для начала пошустрее туда. До Москвы я первый успел доскакать своими коняшками. Ну и замечательно. А, кстати, я же с ними воюю. А я уже и забыл, что у меня война с Рейхспактом. Хотя, мне кажется, она уже скоро закончится. По крайней мере, если французы додумаются до Берлина пошустрее добежать. Да когда эта Русь капнет уже? Так, мне кажется, сейчас самое время. Надеюсь, не заставят до Дальнего Востока переть. Хотя, учитывая, что они столицу ажного Владивостока закинули. Да нет, должно быть пораньше. Я еще, похоже, что зря французов в войнушку позвал. Потому что они вместо того, чтобы гермашек добивать, пошли мне помогать в Сибири. Спасибо, блин. Ну, наконец-то. С самой большой и жирной проблемой меньше. Знаете, я тут подумал со всеми этими территориями, которые я захватываю и захвачу потом. Да я же СССР могу восстановить. А, в принципе, че бы так и не сделать. О, вот так уже лучше. Вот это точно великое, абсолютно социалистическое, ну и ладно, уже немного не Транскавказское государство. Ну да и не страшно. Осталось только Восточную Европу под себя подмять. Опа, немецкие умники переиграли французских умников, которые половину своей армии в Сибирь кинули. Тевтоны просто с фронта ушли. Гениально. Невероятно. А разумно-то как? Я подозреваю, что не вчера ко мне все свои дивки перекинуло. Интересно, успели ли они до фронта, до капитуляции добежать? Потому что даже Берлин пустой стоит, блин. О, гражданская американская война закончилась как-то тихо. И даже канадцы не влезли. Поэтому здесь ко мне победили. Не до конца, конечно, у них еще перемирие с калифорнияками. Но все-таки. Оп, ну наконец-то. Ну давай, Вильга Третий, расформировывай это все свое говно. Весь свой сраный Рейхспакт. И свою жопу не забудь подготовить. Не хочет падла. По крайней мере, пока что. Ля, вот мне интересно. Россию я, конечно, освобождать не планирую. Но что будет, если я это сделаю? Конкретно, кто там будет править? Там ведь деталистов эти хоть попой кушай. Гад, плиз, ежов. А нет, тут только чмошная зина. Жаль. Да что за прикол-то такой? Судя по наспавленным дивизиям противника, для него вот этот вот фронт самый главный. А что там в Европе? Берлин захватили. Вот это все дерьмо. Сейчас капитулировать надо. На это вообще пофигу. Безжизненная пустыня рядом с Архангельском. Вот что важно. Вот что даст победу Германии в этой войне. Судя по всему, как-то так Ишка и думает. Хотя не, она не думает. Может мне просто в Германию армейку перекинуть и покончить со всем этим? Знаете, а я именно так и сделаю. Манпуерчика сейчас, конечно, не очень много. Но на ударную группировочку хватит. Пора кончать со всем этим дерьмом. Ой, да ну конечно. Коллапсировали до того, как туда мои солдаты на прибыли. Ну и хорошо. Пусть еще наши солдатики саму Гермашку капнут побыстрее. Опа, как смачно. Сейчас все эти дураки один за другим раскапаются. Все приятнее и приятнее становится жить. О, вот так совсем замечательно. Осталось только парочку восточноевропейских додиков. Французы у меня Ленинград свистанули. Хотя, ну да и хрен с ним. Все равно там живут или недалекие, или конченые. А иногда и все вместе. Это я вам как Питер смогу сказать. Ну и раз уж войнушка катится к завершению, можно и начать реализовывать проекты премьер-министра. Фум, что лучше, неэффективный рыночный социализм? Или угнетение этнических меньшинств? Ну, давайте начнем со второго. Давадыч Сталин пока еще жив был, не дожал. Вот всех вот этих вот остальных прочие народцы. Наш новый дегенеративный премьер, думаю, сумеет с этой проблемой окончательно разобраться. Француз так любит мне подносирать. Ну и зачем ты, черт Галима, и забрал мой Могилев? Тебе что, больно надо? Ладно, похоже, красивых границ не получится. Ну да и хрен с ними. Ну, хотя бы Берия теперь в Москве и на том спасибо. Ля какой у нас дух красивый. Грузинское превосходство. Правда, бонусы какие-то не очень. Ну раз уж разобрались с шовинизмом, то можно и экономику реформировать. Правда, тоже не очень-то и удачно. Даже колхозы Джугашвильки гораздо профитнее. Последнее, чего не хватает экономики, это разрешение арабского труда. Что-то, мне кажется, наш премьер заработался. Нужно же иногда и отдыхать. Душой там, телом, прочими штуками. Эй, ну я думал тут будет все повеселее. Всякие роскости про маленьких пионерок. А тут чел просто бабло отмывает. И статую себе гигантские строят из льда. Специально для развратной вечеринки. Я думал Лавру, что свои желания будут интереснее удовлетворять. А тут всего лишь дегенеративный премьер-министр. Который сделает из Грузии один большой гулаг. Вот чего нам точно не хватало. Параллельно можно еще культ личности Джугашвильки развенчать. Заодно и сделать из старого Менгрела козла отпущения. Да, как же вовремя тогда появился тот медведь. И вся охрана исчезла. Под конец только действительно не хватало отсылочки на Большого Брата из 1984. Как тут не обойтись без такого дерьма. Теперь мы еще и на людях будем эксперименты проводить. Классно. Ой, тут химическое оружие. Но с другой стороны мы новые пушки и прочие приколюшки не на ком угодно испытываем. А только над невинными политическими заключенными. Ну то есть над самыми конченными, которых не жалко. Так что и не страшно. Аж на 7 ячейк исследования. Круто конечно, хотя их уже перестал использовать. Но все равно спасибо. Вот как-то так, да. Я много бы ждал от Берии. Но уж не социалистический грузинский орденштадт Бургунд с элементами рыночной экономики. Одно могу сказать точно, тема Лалей раскрыта отвратительно. Даже не так, вообще не раскрыта. Вот тут, честно говоря, я немного разочарован. Вся эта тема напомнила мне Конева в ТВР и то, что за него когда-нибудь нужно будет поиграть. Но не в следующий раз. Потому что в следующий раз будет Элиджи из ОВБ. Это тот бункерный дед, о котором я говорил. А ну а пока... Пока... Пока.